привет привет из какого-то город я из россия город неважно лепецк ну возможно есть карькова чем поговорим что я из харькова чем поговорим за давай политики давай как относишься к слову что такое со специально военной операции что это такое специальные военные операции но что это такое до определения что тебе объяснить боевые действия сейчас на украине которые идут это понятно что такое слово боевые действия там контртеррористическое операции но немножко другое там что боевые действия уж сказал боевые действия есть есть и слова что такое слово что такое боевые действия я знаю что кайс но эти дал определение нет хорошо давай я тогда послушаю мои что определение этого слова слова тут как минимум три слова в которых спрятано два терминка разными на давай мы не будем к словам прикопаться есть специальная операция это вид военных операций которая подозревает какой-то кратковременный захват уничтожить какого-то опорного пункта есть военная операция это был на масштаб более масштабном формате где захват города достижение какой-то конкретной цели специальная операция является под видом военной операции военная операция происходит на театре боевых действий театр боевых действий происходит на театре войны театр войны это подзревает саму войну война это конфликт двух государств решающих все военным путем ну так что советская военная энциклопедия ты сказал вообще ничего ну то есть на украине сейчас не спецоперация проходит на территории украины сейчас происходит конфликт двух государств который решается военным путем результатом вторжения полномасштабного российской федерации начиная с 24 февраля 22 года которым она нарушает резолюцию согласно киноассамблее он 3314 акт производит акт агрессии который осуждается 141 первоначально государством впоследствии по повторным голосованием признается уже больше сейчас по моему у вас то 80 ли 170 плюс минус государств признают акт агрессии российской федерации по отношению к украине не признает только эритрея сирия корейская народная демократическая республика то есть такие вот беларусь тоже нет а факт агрессии ну понятно непонятно а факт агрессии к жителям донбасса там признают факт агрессии жителям данно баса давай сначала разберемся что ты поднимаешь под фактом агрессии к жителям донбасса я подражала можем понять что такое жители донбасса люди которые живут на донбассе да как расшифровывается это слово это город донбасс это город да где он находится в днр донбасс находится в днр да а он выше донецка или ниже донецка до середине середине скажи мне пожалуйста донецкий угольный бассейн что тебе скажу такое донецкий угольный бассейн это там где уголь добывают это расшифровка донбасса в него входит донецкая область луганская воронежская и ростовская области это для начала то есть аббревиатура дуб я правильно понимаю нет аббревиатура донбасс начнем с этого во-вторых агрессия так то и как ты сказал а то против кого объявлено а то против сепаров против сепаров с чем разница между сепаратистом и террористов но я одних там большего уважаю что я говорю я одних больше уважаю чем других что-то к чем разница между сепаратизмом и терроризмом ну я говорю в том что в моем уважении рейс твоем уважении под я напомни мне пожалуйста такой гиркин он же стрелков понять не имею это бывший фсбшник российской федерации полковник если не ошибаюсь по должности который участвовал в конфликте в преднестровье который участвовал в сирии который участвовал в донбассе начиная с 14 года 12 апреля официально зафиксировано что он захватывает администрации города луганск луганской области фиксируется последний славянск 13 апреля вот 12 вернее 13 апреля турчинов объявляет антитеррористическую операцию связи с заходом террористов с территории российской федерации где в своей речи до 13 апреля мы можем слышать о том как у как он призывает о том что нужно спасти жители донбасса нужно максимально сберечь их жизни в первую очередь пойдем защищать их и заняться деоккупацией как раз территории и начинается боевые действия как раз этими террористами которые пришли с российской федерации и жители донбасса 8 лет борются с этими террористами не жители донбасса на протяжении всех восьми лет спокойно заезжают на территорию подконтрольной украины выезжает с территории подконтрольной украины согласно но они борются с террористами 8 лет да потому что первые добровольцы которые пошли на борьбу с гиркином это были добровольцы непосредственно с донбасса все вот эти батальоны которые у вас начали катятся что они какие-то националисты те же самые айда те же самые азов те же самые донбасс один донбасс два это выходцы как раз непосредственно самого донбасса но за 1 1 1 1 то есть первую очередь те же самые добровольцы которые выступили против прихода киркина так как раз жители донбасса которым позже уже присоединились регулярные вооруженные силы украины так еще раз ну и как ну да а говорю агрессии против жителей донбасса ты говоришь я говорю о том что большинство людей в донбассе не хотят быть составе украины не хотят быть составе украины как-то это определили ну я это определил так что восемь лет как бы они вот 8 лет они что антироссийский сепаратист как ты определяешь на сепаратисты там все вот примеру 13 марта 14 года это донецк митинг это пример донецк хорошо открой ну хорошо с такой логикой эти могу сказать открой фотки майдан 2014 год и там люди с флагами россии по твоей логике все жители украины хотят быть составе россии что по моей логике я тебе могу показать фотки 14 года где на майдане присутствует палатки где подписи что я из сибири я я нам из москвы я из мидера мы поддерживаем действие украинского народа и них берут и который раз который они в открытые говорят что они россияне и они в открытые говорят что они поддерживают действие украинского народа то же самое пример показания жителей донбассу о том что они рассказывают как они марте месяца и так далее выходили на митинги против того что на администрации повесили российский флаг и они рассказывают о том как приезжают какие-то непонятные грузовики с российскими номерами выходят люди с ярко выраженным российским говором потому что украинские русские отличаются говором мы все так прекрасно знаем о том что они там как раз именно они поднимают российские флаги так далее мы прекрасно и мы в них они понимаем общество на самом деле происходит и очень хотим чтобы нас услышали что донбасс ждет открытую украину это все было против воли местных жителей да я правильно понимаю конечно то есть заехали заехала 1000 человек там какая-то да вот террористическая группа ладно 10 тысяч и они сколько там донбасс живет ну во всей днр и новой газеты мы все знали на что идем я могу сейчас еще интервью не она открыта вообще пишут что кремль уже в огне там его интервью новая газета это российская газета давай медузу еще открою не знаю но можешь металл за эти предлагаю открыть пример интервью новой газеты раненого танкиста бурята который при которого передислотировали в ростов который под котлом гибальца получил в ранении который лечился в донецке в госпитале и который для этой газеты отдает интервью где рассказывает о том каких завезли в ростов как он был срочник как его заставили перед подписать со срочного контакта на посрочного договора на контрактника и как и они снимали шеврон как они снимали опознавательные знаки с техники и заезжали на территорию украины ну то есть но это как бы все точная правда то что то есть контрактников я так понимаю это ваша газета у нас наша газета наша газета открыть интервью навального там тоже он типа 0 до максима кация не значит подобное открыть посмотреть а какие ты веришь в россии это те что на рио новости написаны скажи пожалуйста я сам делаю выводы и звонил давай делаем выводы 3 июня 2014 года что произошло понять ними александровск есть такой вот район донбасса он ближе к границе погранпункт произведен обстрел по пограничного пункта пограничный пограничный с россии так что это сделал откуда знаю кто это сделал да давай подумаем если эта граница украины с россией если это обстрелить пограничный пункт кто это значит украинцы обстреляли россию пограничный украинский пункт украинцы обстреляли до гениально браво чего такого не могло бы да ты сделал мои вечер да ну я знаю что умный понятие ты так думаешь ну то есть подожди так получается ты говоришь сейчас про то что не все жители донбасса были за то чтобы как бы выйти стал украины я не знаю сколько зала за большинство против у меня есть показать большинам очень много знакомых оттуда у меня есть показания одного бурята у меня есть примеру регулярно в харькове до двадцать второго года по крайней мере таксисты с которыми я ездил они были как раз непосредственно с донбасс они почему-то в харькове ездили таксовали почему-то не таксовали не на россии есть есть официальная статистика о том сколько населения донбасса перекочевала на территорию подконтрольной украине и так в общей сумме у тебя есть статистика от таксистов одного бурята пяти человек которые вышли поддержать украинские флаги на митинге пяти человек ладно десяти ладно 10 а еще официальная статистика того сколько переселилась на территорию подконтрольной украины сколько 3 миллиона кто эту статистику составлял а кто эта статистика может газета газета униан агентство это статистика может составить есть статистика сколько из донбасса переехала на территории россии есть статистика сколько донбасса переехала на территории украины это двусторонняя статистика россии и украины но ты ведь понимаешь что статистики но могут не всегда правду писать понятно я еще раз задаю вопрос к каким данным каким источником ты веришь ну как бы глазам глазам чего свои минуты для начала посмотри как бы на эту ситуацию отлично те четырестом году был на донбассе да да сколько тебе лет на видео оттуда я видел оттуда смотрел сколько тебе лет было 8 ты видел видео оттуда вот так ты видел своими глазами 8 лет или смотрел видео через экран я видел через экран чего телефона экран телефона понял гениально браво чувак открой от 21 июня 2014 года резолюцию он что что от что открыть резолюция он 21 июня 2014 года 2166 но она не будет кровать можешь мне сказать что там совет безопасности выражая сожаление полу то что 17 или донецкой области украины был сбит гражданский самолет авиакомпании молодецкая веление совершавший международный рейс и мать сенат издать и чего все находились на борту 298 пассажиров членов экипажа по и так далее и тому подобное и в конце призывают российскую федерацию прекратить боевые действия на территории украины то в резолюции последствия он резолюции начинается подписываться минский протокол минский меморанд и минский комплекс мир все соглашения которые украине соблюдал все соглашения которые россии не соблюдала ну конечно откроя где в минских указано что украина должна что сделать что еще раз но откроя где в минских на указано что украина должна что-то сделать ну нужно поискать нужно придавая дуга есть открывай уныне ну не смысле не я готов при тебе открыть а ты нет боюсь да очень сильно боюсь разочароваться мне просто мозги промыли на россии у нас тут так набал ну поговорили хватит я считаю идти ступай с богом так это молодые хаски я впевнен к этому